У меня совсем недавно приехали две девушки из других городов. Одна была Анечка, а другая, по-моему, она из Ростова была, а вторая была Лиля из Казани. Вот она приехала на три дня. Мы каждый день занимались с ней по три, по четыре часа. У нее своя мастерская. Она тоже самоучка, совсем другая у нее профессия. В свое время, когда ее сократили на работе, она пошла работать и помогать, так сказать, на ремонтах, на переделках. Потом открыла свою точку по переделкам, ей служба занятости помогла. И, найдя меня на просторах интернета, она посмотрела, как шить брюки, строить брюки, отшивать брюки. И самостоятельно, прекрасно, по моим видеоурокам, с этим стала справляться. Это подвигло ее учиться дальше, потому что тетеньки, женщины идут и просят на нестандартные фигуры пошить то, другое, пятое, десятое. И вот она приехала ко мне. Вы знаете, как она работала, как она занималась? Да, мы сделали с ней выкройку на нее. Но она говорит, я даже предложила ткань ей, давайте попробуем вот из этой ткани. Она говорит, нет, мне дороже вот эта теоретическая база. Мы проходили с ней за эти четыре часа настолько много. Она так легко это все схватывала. Я задавала ей огромный объем работы домашней. То, что я прохожу за восемь, за десять часов с девочками здесь, она проходила за четыре часа. И со всей домашней работой она справлялась. Приезжала на другой день, и все у нее-то было. Нам оставалось только какие-то недопонимания снять, ошибки разобрать. И к нашей общей радости это все ложилось настолько хорошо в ее голову. Почему так происходило? Потому что она была в этом заинтересована. Потому что она не жалела себя. Потому что она работала, работала, наверное, просиживала весь вечер до глубокой ночи, чтобы повторить все, что мы делали здесь, по тем меркам, которые я ей давала. В результате произошло так, что она вот за эти три дня, она ухитрилась пройти со мной всю программу моего очного курса. Можете себе представить? Сняла здесь гостиницу, уезжала от меня в эту гостиницу. Вот так человек работал. И надо было видеть ее глаза и благодарные улыбки и слова в конце, когда она уезжала. И мне было очень приятно. Потому что я видела, что, как говорится, в коне о корм. Это человек, который пойдет дальше, который будет учиться, который будет на практике применять вот эти все знания. Вот такое вот трудолюбие, такой энтузиазм и такое желание освоить вот эту трудную, в общем-то, профессию хорошего, добротного конструктора. Продолжение следует...